Виртуоза музыкальной педагогики в Старо-Оскольской детской музыкальной школе номер 3. Пригласить с лекциями и мастер-классами лучших педагогов страны стало возможным благодаря президентскому гранту. Первая встреча с профессором Российской академии музыки имени Гнесиных Михаилом Имханицким получилась ироничной и мелодичной. Она была посвящена баяну и аккордеону, день которых у нас в стране отметят 19 марта. Да, произнести. Да! 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 Можно произнести «да», так что оно будет означать «нет». Это всё произношение. Артикуляция и акценты меняют не только смысл фраз, но и восприятие музыки. Рассказывая об этом, профессор знаменитой Гнесинки Михаил Имханицкий для наглядности берёт в руки баян. Ну вот играет человек там полечку, ну там полечку, ну и вот так играет. Потом говорит, ну ты да бог мне, вот я не понимаю, а я всю душу в эту колю вкладывала, а он мне в пятом классе говорит, ненавижу музыку. В чём тут дело? А дело в том, что вот как раз в этой игре она совершенно безакцентна. Она неинтересна. А попробуем снять иначе. На колкость и иронию профессора педагоги отвечали смехом. Понимали, прав. Научить ребёнка правильно держать инструмент и извлекать из него звуки – не главное. Звуки не должны быть мёртвыми. В них должна чувствоваться экспрессия. Тогда дети не будут считать искусство скучным. Жалуются педагоги. Никто, ни одного поступающего в музычилищик нам нет. В школах совершенно нет набора на баяна, на аккордеон нет набора. Пошли в соседнюю школу. В первый класс пойдём. Ну вот, третий человек в классе сидит. Ребята, что вы хотите послушать? Ну они там заказали песенку у крокодила Гена. Ну вот, послушайте, как она должна звучать. Да, на третий человек. Мы будем учиться только на баяне. Если музыка связана с движением, объясняет автор множества учебников Имханицкий, она всегда будет акцентной. И начинать обучение ребёнка нужно как раз с умения чувствовать эти акценты, расставлять их. Про такую игру не зря говорят. С огоньком. Староскольские учителя музыкальных школ округа признавались. Такие встречи с мэтрами, как глоток свежего воздуха. Приезжают замечательные преподаватели, профессора, заслуженные работники культуры, которые делятся своим опытом, привозят своих учеников. Вот, в понедельник мы слушали замечательного белгородского студента. В процессе вот этого урока что-то применяем потом и к своим собственным выступлениям. И, конечно же, при работе с детьми. Среди приглашённых в музыкальную школу номер три не только почётный гость из Москвы, но и из Белгорода. Приехал на замечательный проект, который президентский грант, который выиграла третья музыкальная школа. Это замечательно. Называется «Виртуозы музыкальной педагогики». Приехал с мастер-классами. Баян – уникальный инструмент. Он популярен во всём мире. Многие считают его своим национальным инструментом. Чьи руки он больше любит, мужские или женские? Преобладают исполнители мужчины. Но вместе с тем есть масса примеров, когда на баяне-аккордеоне играют прекрасные исполнительницы. Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники поклонники этих инструментов отметят 19 марта. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал.